Субтитры создавал DimaTorzok 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 Остальные люди это постоянно играющие. Основой, кроме обидов. Я опять же не соглашусь с вами, если брать по сегодняшней игре, то у нас постоянно играющие. Это три защитника, Левский, Шахов, две последние игры, я имею в виду Левский, Шахов и Багаев. Остальные ребята, 8 человек, которые вышли, они не играли, и это не игроки. Два предыдущих выигранных матча в Тюмени и дома у Луча не играл ни Амельченко, ни Бурнаш, не играл Турик, не играл Дутов, не играл Свежон, два форварда Бирюков и Заболок. Они не играли в основном составе, поэтому я дал им возможность, поэтому, к сожалению, ценной игры не получилось. Правильно понимать ваши слова, что риски именно в самоотдаче произошли? Естественно, в самоотдаче, в желании в огромнейшем, борьба на всех участках поля, те моменты, которые мы имели, мы не реализовали. В Гулисах практически три удара, три мяча мы получили. Незабитый в начале игры, жираем гол головой, когда обязан был забивать, с площади вратарской, да, находясь прямо в створе ворот. В ответной атаке, не доработал Луком Воронику, получаем гол. Получаем гол. Незабитый Туриком мяч в первом тайминге, он обязан был забивать этот мяч, при счете 1-0. Опять удар с дистанции с такой, ну здорово пробил Чернышеву, слов нету, здорово все, но опять же дали возможность. Я предупреждал на предматчевой установке, что обладает очень хорошим ударом, его нужно накрывать все время. Вот здесь, когда он выходит на ударную позицию, должны были работать с ним два, задание конкретно было дано Дутову, ну где-то в каком-то игровом эпизоде, как забивался второй мяч, там Желяеву просто не доработал, должен был накрывать все, либо шел в отбор, тот подработал и здорово пробил. Ну там третий мяч, у меня есть в центре пола, атака, выход. Ну то есть недооценка какая-то присутствовала, да? Ну я не скажу, что полностью недооценка, но то, что не смогли заставить некоторые игроки себя в конкретных игровых эпизодах заставить. Это вне всякого смысла. То есть я так понимаю, что вы как главный тренер получили пищу для размышлений? Естественно, пища для размышлений, я понимаю, что пища для размышлений для меня, но от этого не легче нашим болельщикам еще раз, еще раз очень. Праздник пролетел. Да, очень расстроен я и ребята расстроены. Но болельщикам от этого не легче. Мы не лишили искренне болельщиков за нас, за что мы очень благодарны. И я прежде всего за ту поддержку, которую команде оказывается. Мы лишили болельщиков праздника, все. И здесь никакие оправдания. Ну чисто разборы игры, чисто игровые моменты, я объясняю все. А то, что команда не заставили, через не могу играть. Это факт неоспоримый. Ну у нас первый тайм не ладился в плане того, что мы намечали. Мы позвали очень много соперников, особенно в зонах левого продона защитника. Наш, соответственно, в средней линии так быстро перестроили, без зазора давали. Вследствие чего были давления на наши ворота, особенно с малой. И с учетом того, что играли и Берекосович, и Боболотный игроки, которые могут отстрелять центральную защиту. Вследствие чего были созданы приличные давления. Потом мы несли корректировали, был благодарен ребятам за то, что меня услышали. И во втором тайме, я считаю, сыграли здорово. Рамку подходит в игру. Каждый занимался своим делом. И в итоге добились всей заслуженной победы. Ну, подфартило, конечно, в тех моментах, в первом тайме, когда соперниками, два момента. Из этой кучности могли не спродавить. А во втором тайме, на втором тайме. Второй тайм, можно записать на битву в команду. Хорошо выходили в атаку, был отбор в средней зоне. Вылетали. Могли еще лучше, но вследствие брака передачи, сорвали несколько перспективных оттатов. Так ребята молодцы и старались. Оттача была хорошая. Ну, в первом тайме, мы садняли, где-то, может быть, состояние такое было. Повели, может быть, еще один. Успокоились. Быстрее надо было сохранить свои вороты, неприкосновенности. А контрразведение было. Здесь нужно было контролировать. В втором катке у меня было. Илья Александрович, вы уже поняли, вот остык от эмоций, что вы теперь... Я еще не остыл. Я долго. ...привезли большой праздник. То есть, в любом случае, сюда же приедет одна из сильнейших команд. ...вы с другой стороны. Дальше. Вот, знаете, какие-то вы мысли есть? Или вы пока еще не... Мысли? Сейчас все мысли. Надо подготовиться к когрессу Липецка. Потому что у нас уже 31 числа игра в Липецке. И я прекрасно понимаю, что после этого эмоциональный фон, такой, ребят, мог выплеснуть. Здесь надо донести, поговорить с ними, чтобы эту игру уже... ...завтра будет в прошлом сделать анализ хороших действий именно вот второго тайма. Держать эту игру. Что для игроков, для нашей команды очень сложно. Мастеровит игрок тот, который на протяжении большого отрезка держится в игру. Нам этого не хватает. А потом уже будем говорить, когда наступит эта игра. Потом уже будем думать, как играть. В каких именно компонентах, если таковые были вы, произошли сегодня гостей? В чем именно? Ну, я могу сказать, превзошли мы во втором тайме. В организации еврообороны, или не здорово, с еврообороны нации, очень много было их перехвата в средних зонах, когда соперник пытался пройти через центр. И выбегали в быструю ответную атаку. Скорострой, выход был из обороны. Вот эти компоненты. За счет этого мы и добились победы. Помощь сегодня просто замечательно сыграла пара хабеков, а опорных в главах. Центральные. Ну да, да. То есть, выжигали все. Это 90 минут. Они сыграли компактно. Единственное, там, Фатеев с Беловым, они помощь оказывали. Но это только второе, да не о первом. Плохо. Синхронности не было вот здесь. Одному выдергивались или вдвоем, а третий, четвертый не страхуют. Здесь передергали нас. Но тут зависит еще от нападающих. Действие было неправильно наших нападающих. Вот тут застревали они. Там находятся не в той зоне, а тут находятся. А во втором тайме проблемы вообще-то молодцы. Второй тайме. Чернышев понял, что от него требуется играть ближе к капотному полузащитнику, для того, чтобы быть освобожденным на перспективную атаку на нашу. Он с этой задачей справился. Ему в порядке подтвердишь постоянно, но во втором тайме не дошло. А Аганцев пока не готов здесь матча и играть? Все люди, которые у нас были, 18 человек, они все готовы. Все? Единственное, одни люди могут играть в 90-м, а другие чуть меньше. С учетом того, что Аганцев подпустил. Большое количество времени лечил траву. Вышел в эту игру, молодец, зацепился, отдал, забитился. Был активным. Работу слышал. Тренировочный такой приличный. Надеюсь, что в скором будущем прибавит и усилит наши атакующие действия. А что вы своим ребятам на предматчевом установке говорили? То есть вот как настраивали? Все-таки вы выиграли 5-0? Это наш секрет. Как мы настраиваем. Это наше движение. Что мы с ним говорим? Как мы общаемся? Это наше личное дело. Общекомандное. Чем сильнее соперник, тем сильнее воздаватель. Я так понимаю. Ну, команда первой лиги приехала. Воронежские факи. Ну, конечно. Как не раздражить? Естественно, раздражение. Для любовь, Борис, наверное. Абсолютно для любовь. Опытно, молодого. Соответствующий идет настроек. Уже психологически готовить. Не за один день, не накануя. Раньше люди не следовали. Я думаю, что это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова